Сегодня урок экономики в программе курса «Человек и общество» в пятом классе проведу я, Загидулина Рамзия Вагизовна. И начнем мы с вами с маленькой паузы, маленькой релаксации. «Тихо садитесь, новый день в разгаре. Я улыбнулась вам, и вы улыбнитесь друг другу». Ребята, сядьте удобней, загройте глаза и представьте, что вы цветок, который еще не распустился. Но вот лепестки начинают раскрываться. Цветок медленно распускается и совсем раскрылся. Лепестки тянутся к солнцу. Потянулись, потянулись. Откройте глаза, встряхните руками, потянитесь еще раз. Вы отлично отдохнули. Надеюсь, что так приятно нам с вами сегодня будет работать на уроке. А начать наш урок я хотела бы с отрывка из стихотворения. Что нужно человеку, чтобы жить, чтобы было сытно и тепло в квартире. Голодному и в холоде творить желания нет, еда лишь в перспективе. Допустим, сыт ты и сидишь в тепле, но все равно чего-то не хватает. Ведь нужно знать, что в будущем тебе опасность и болезнь не угрожают. Свой интеллект развив, опять решать, в какую область вам направить знания. Как трудно человеку совмещать потребности, способности, желания. Итак, мы определили тему нашего урока «Потребности человека». Сегодня на уроке мы выясним, что такое потребности человека. Познакомимся с классификацией потребностей и пирамидой Маслоу. Ответим на вопросы, вечны ли потребности и что необходимо для удовлетворения потребностей. Итак, первый вопрос. Какие бывают потребности? Ребята, возьмите чистые листочки и составьте список своих потребностей за прошедшую неделю. Запишите все, что вы хотели, чего вам не хватало и в чем вы испытывали нужду. Молодцы! При изучении новой темы, я думаю, что вы вспомните еще какие-то потребности и на своих листочках вы допишите их по мере необходимости. Итак, есть такая наука, психология, которая различает два понятия – нужда и потребность. Что такое нужда? Например, организм человека постоянно нуждается в кислороде, который поступает в кровь благодаря дыханию. Но потребностью эта нужда становится только тогда, когда кислорода будет не хватать, заболевают органы дыхания. Тогда человек предпринимает какие-то действия, чтобы ее устранить и радуется, когда можно вздохнуть полной грудью. И тогда нужда становится потребностью. Нужда – это то, что человеку необходимо, но он об этом не задумывается. А потребность – это то, что человек осознает и переживает. Всю свою жизнь человек постоянно в чем-то нуждается, и всю свою жизнь он пытается удовлетворить свои потребности. Что же такое потребность? Потребность – это нужда человека в чем-либо, то есть все, что он хочет иметь в жизни. Какие же бывают потребности? Потребности делятся на два вида – первичные и вторичные. К первичным относятся физиологические потребности. Это потребности в пище, дыхании, жилище, отдыхе. Их называют еще материальными, то есть потребность человека в вещах. Сюда же относятся потребности в безопасности. Они выражаются в стремлении сохранить и защитить свою жизнь, обезопасить себя, родных и свое жилище от стихийных бедствий. Сюда же можно отнести и физическую безопасность, потребность в хорошем здоровье, безопасность на улицах, отсутствие войн и конфликтов. И экономическая безопасность – потребность в работе, желание иметь постоянный заработок. Вторичным потребностям относятся следующие виды потребностей. Социальные потребности – это потребности в общении, труде. Они возникают только в обществе. Мы желаем дружить, любить, общаться, заботиться о других, помогать близким. Человек не может стать счастливым, если не сможет показать свои способности и не найдет свое место в жизни. Существуют и престижные потребности, которые показывают, что человеку присущи свойства выделяться чем-либо, обгонять других, обращать внимание и желание получить более высокий статус, престиж, признание. Следующие потребности – это потребности в познании окружающего мира, получение знаний и умений, достижение гармонии и красоты. Все потребности изучил в 50-е годы прошлого столетия американский психолог Абрахам Маслоу, который изобразил их в виде пирамиды. С точки зрения Маслоу эти потребности являются универсальными, то есть объединяют всех людей независимо от цвета кожи, национальности, стиля жизни, привычек и так далее. Причем, изучая потребности человека, он вывел следующую теорию. Пока человек не удовлетворит низшие потребности, высшие его не будут интересовать. Мы можем говорить о том, что низшие потребности присущи всем людям в равной степени, а вот высшие – в неодинаковой. Побудительной силой экономического развития являются неудовлетворенные потребности. Пока человек голоден, он будет предпринимать попытки удовлетворить данную потребность. Высшие потребности носят больший вклад в формирование личности, чем низшие. Духовная потребность – это высший уровень в иерархии потребностей. Это по существу есть потребность индивида стать личностью. Таким образом, чем выше находится в пирамиде Маслоу потребность, тем сложнее ее удовлетворить. Самым неподатливыми являются духовные потребности. Удовлетворить их – значит обрести смысл жизни, предпочесть добро злу, относиться к людям так, как вы хотели бы, чтобы люди относились к вам. Но в процессе жизни у людей возникают ложные потребности или вредные привычки. Это алкоголь, наркотики, курение. Ложные привычки наносят вред человеку, вред его здоровью, силам, положению в обществе. Эти и другие привычки тормозят развитие личности, останавливают человека на полпути, и он может попасть в беду. Человек сам определяет свою судьбу, и я сегодня советую вам задуматься, а стоит ли курение, пьянство или наркотики того, чтобы сломать свою жизнь. Жизнь – это движение, и если мы движемся вперед вместе с ней, то мы развиваемся. А если мы останавливаемся, совершая плохие поступки, то начнем отставать от жизни. Таким образом, человек имеет право на выбор, какой образ жизни ему вести. Он несет ответственность не только перед людьми, но и перед собой. Давайте задумаемся, ребята, над вопросом, вечны ли наши потребности. Телефон, телевизор, автомобиль, самолет. Но ведь в древности они не существовали, все они были когда-то в диковинку. Но по мере того, как они распространялись, завоевывали жизненное пространство, человек все больше и больше нуждается в них, и они становятся ему все более необходимым. Проходит время, и человек уже не представляет своей жизни без достижений техники. А вот в первобытном обществе люди пользовались низшими потребностями. То есть потребности зависят от условий, в которых живут люди и меняются со временем. Скажите, пожалуйста, а все ли потребности можно удовлетворить? В любые времена человек мечтает. О чем может мечтать современный человек? Может ли он получить все, о чем мечтает? И мы должны с вами знать, что потребности человека должны соответствовать его возможностям. Ни одну потребность человек не может удовлетворить раз и навсегда. Она возникает снова и снова, развивается, заставляя человека создавать новые предметы, необходимые для ее удовлетворения. Человек должен трудиться. Итак, подведем итоги сегодняшнего урока. О чем мы с вами говорили на уроке? Первый вопрос. Что такое потребности? Какие типы потребностей существуют? Мы с вами узнали, кто является автором иерархической теории потребностей. И ответили на вопросы. Низшие потребности присущи всем людям. Потребности влияют на формирование личности. Итак, мы с вами отвечаем на вопросы. Мы познакомились с вами с понятием потребности. Потребности — это нужда человека в чем-либо. По пирамиде Маслоу мы с вами узнали, что потребности делятся на пять основных видов. Первое — это физиологические потребности. Второе — потребности в безопасности. Третье — социальные потребности. Четвертое — потребность в карьере. И пятое — это духовные потребности. Мы узнали с вами, что автором иерархической теории потребностей является американский психолог Абрахам Маслоу. По типам потребностей, потребности делятся на высшие и низшие. Низшие — это потребности в безопасности и физиологические потребности. Высшие потребности — это потребности социальные, духовные и потребность в карьере. Ответим на вопрос, низшие потребности присущи всем людям. Мы с вами говорили о том, что низшие потребности присущи всем людям. А высшие потребности в зависимости от того, чего хочет добиться человек. То есть не всем присущи. Влияют ли потребности на формирование личности? Мы с вами говорили, что высшей потребностью являются духовные потребности. И удовлетворив эти потребности, мы понимаем с вами, что мы можем достичь очень высокого. И если мы с вами выберем ложные потребности, то в этом случае мы можем остановиться на полпути и не добиться своих целей и задач. Ребята, мы возвращаемся к вашим листочкам, на которых вы должны были записать виды потребностей за последнюю неделю. Проанализируйте результаты, которые у вас получились, каких потребностей у вас больше, а какие потребности отсутствуют. А теперь давайте с вами ответим на следующие вопросы. Выберите верные суждения о потребностях человека. 1. Именно потребности в большей мере способствуют формированию личности. 2. Когда человек теряет смысл жизни, он начинает духовно опускаться. 3. Ни одну свою потребность человек не может удовлетворить раз и навсегда. 5. Социальные потребности необходимы человеку для того, чтобы выжить. Они есть и у животных. 6. Чтобы занять свое место в обществе, недостаточно удовлетворить только биологические потребности. Итак, ребята, отвечаем на первый вопрос. Именно потребности в большей мере способствуют формированию личности. Да, именно потребности формируют человека. Когда человек теряет смысл жизни, он начинает духовно опускаться. Мы действительно сегодня об этом говорили. Да. 3. Ни одну свою потребность человек не может удовлетворить раз и навсегда. Да, ребята, и давайте запомним, как наше правило. 4. Социальные потребности необходимы человеку для того, чтобы выжить. Они есть и у животных. Нет, ребята, социальные потребности – это не первичные. Поэтому мы можем сказать, что человек может обойтись и без социальных потребностей. И последний вопрос. Чтобы занять свое место в обществе, недостаточно удовлетворить биологические потребности. Нет, конечно, человеку нужны более высокие духовные потребности. А теперь мы поговорим о том, что во многих произведениях и сказках часто встречаются потребности человека. Сегодня мы рассмотрим сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. И увидим с вами, сколько потребностей были у героев этой сказки. Старик жил со своей старухой у моря, ветхой избушки. И ничего у них не было, кроме старого корыта. Однажды старик поймал золотую рыбку, которая помогла выполнить любое желание. Сначала старуха попросила у рыбки новое корыто, потом избу. Затем ей захотелось стать столбовой дворянкой, потом царицей. И, наконец, владычицей морской и хозяйкой золотой рыбки. Последнее желание старухи рыбка не выполнила, а наоборот, отняла у старухи все полученное. Ребята, ответьте на следующие вопросы. Перечислите, какие виды потребностей возникли у старухи. Второе. Перечислите, какие потребности не возникли. И последнее. Какие выводы можно сделать из сюжета сказки и из темы нашего урока. Итак, мы помним с вами, что у старухи первоначальные потребности были корыто и изба. Мы помним с вами, что это материальные или физиологические потребности. Затем у старухи возникла потребность в карьере, в повышении социального статуса. Она захотела стать и царицей, и владычицей морской. И это говорит о том, что у старухи завышенные требования. Какие же потребности возникли у старухи? Старуха ни разу не задумалась о безопасности, а это мы помним с вами первичные потребности. И совсем не говорится о духовных потребностях. А мы знаем с вами, что духовные потребности — это высшие потребности человека. Какие же выводы мы можем сделать из сюжета сказки? Несмотря на то, что старуха стала очень богатой, счастье она не обрела. И, может быть, здесь верное высказывание «не в деньгах счастье». Ну что ж, мы закончили сегодня урок. Молодцы! Сегодня на уроке вы хорошо поработали. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok